Привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ Avon. Мне уже не терпится его открыть, потому что там прям много-много всего классного. Но первое, что вижу, это у нас 13-й уже, наверное, да, каталог здесь лежит, накладная и скидки, Outlet. Обязательно потом посмотрим вместе с каталогом, вместе с вами обсудим. Давайте начнем с масочек. У меня их здесь много, беру я их впервые. Если вы, девчонки, брали, то скажите, пожалуйста, как они вам. Подарочек, смотрите, наверное, освежающий, да, очищающий мицеллярный скраб, пробничек. Вот такого скраба. Мицеллярный скраб это здорово. Если он еще матирует, то вообще для всех типов кожи включает чувствительность. Попробую обязательно, потом расскажу. Так, маски у меня здесь аж 5 штук. Вот это подарок, как бы за первый шаг. Мне прислали маску «Волшебные грибы» и название вообще впечатляет, если честно. Наверное, только из одного названия я и выбрала ее. Ночная маска для лица. Она у нас запечатанная идет. Производитель. Я видела, что девчонки как-то смотрят, чье производство, потому что продукция «Эйвен» может быть прислана, ну, из разных стран, в том числе из России. Маска 2019 года, свеженькая. Сейчас мы ее откроем и посмотрим вообще, что она из себя представляет. Там, ну, хорошо запечатано. То есть в масочку 100% в вашу не лазили. Так, и здесь есть крышечка пластиковая. Ну, пахнет, знаете, ну, косметический аромат, больше цветочный, не сильно навязчивый. Вот такая у нее текстура беленькая. Сейчас попробуем. Интересно, надо почитать, она смываемая вообще или нет. Ее, скорее всего, нужно наносить плотным слоем. По ощущениям, знаете, такая плотная текстура, жерноватая, такая прям питательная. Способ применения феноменально прост. Оставьте средства на ночь, утром смойте водой. Все. Отлично. Я люблю ночные маски, потому что это практически как экспресс-уход. Вот, вам не нужно с этой маской ходить, когда вы куда-то спешите. Нанесли, всю ночь с ней походили, поспали, точнее, утром умылись. Кожа прекрасная, отдохнувшая, напитанная. Буду тестить. Аромат, кстати, вот сейчас раскрывается на руке, как какая-то парфюмерная композиция с древесными, кстати, нотками, как я люблю. Мне нравится этот аромат. Буду с удовольствием тестить. И еще один подарочек. Это гидрогелевая маска для лица Гуру Сияния. Тут она такая плотненькая. Не пробовала ни разу, тоже ничего не могу сказать. И открывать пока не буду, а то засохнет же, наверное. Способ применения. Аккуратно разверните маску и снимите пленку. Еще какая-то пленка там будет. Прижмите вверх и низ маски к чистой сухой коже лица и разгладьте ее. Оставьте маску на 10 минут. Буду пробовать, девчонки, обязательно свой отзыв по поводу этой масочки в пустых баночках расскажу. Из-за линейки Кеа, Эйвен Кеа, у меня две маски тканевой свежести тонус с соком алоэ и роскошное увлажнение с экстрактом меда. По 64, по-моему, или 69 рублей они были, минус скидка консультанты, ну, в общем, 50 с чем-то рублей. Это довольно бюджетно и дешево для тканевой масочки, к тому же, если она хорошая. Не пробовала тоже ни разу, буду пробовать обязательно. И тоже расскажу. Масочка была по акциям в 11 каталоге. Я взяла ее, конечно же, увлажняющая тканевая маска для лица, морские водоросли. И смотрите, здесь все либо на китайском, либо на корейском. Приклеена этикеточка, конечно, и производство у нас Китай. Китайская масочка, очень интересная. Ламинария вообще называются эти морские водоросли. И если они здесь действительно есть, они обладают потрясающим лифтинг-эффектом. Покупала сухую ламинарию в аптеке, размалывала ее, превращая в кашицу, заливала водичкой и таким образом делала на лицо маски. Потрясающий эффект от ламинарии. Попробуем, Эйвен, Нейтуралс, оценим и расскажем. Девчонки, я взяла себе лосьон для тела. Вот такой вот огромный, не могла удержаться. Он был, по-моему, по 130 рублей, минус скидка консультанта. Здесь 750 миллилитров. Это увлажняющий лосьон для тела. Бережное увлажнение для всей семьи с овсом и экстрактом ромашки. Сейчас понюхаем. Хорошенькие тут, кстати, дозаторы. Я люблю такие. Ой, пахнет здорово. Приятненько прям. Цветочками. Ой. Ромашечкой. Так, сейчас посмотрим на консистенцию. Довольно густой, кстати, лосьон. Интересно, как он дозироваться будет. И не тяжелая, кстати, консистенция. И на лето он вполне подойдет. При соприкосновении с кожей, знаете, как бы тает, превращаясь в тоник, что ли. Вот знаете, есть такие тоники. И увлажняет здорово. Вот две руки сравним. Одна сухая, другая прям увлажненная. И запах классный. Мне очень нравится этот запах. Вообще супер. Буду пользоваться прям с великим удовольствием этим лосьончиком. У меня заказали вот такую огромную бадью шампуня 700 мл. Это у нас Эйвен Нейчуралс. Интенсивный уход. Мы выбрали ромашка и алоэ. Вот такой вот шампунчик для всех типов волос. Ой, какой здесь прикольный дозатор. Кстати, кто пробовал эту линейку, напишите, пожалуйста, вообще стоит ли она, внимание. Я вот на заказ, я тоже обязательно потом спрошу, понравился или нет. Я вот как-то больше сейчас профессиональные линейки люблю. Пахнет травками. Прям, знаете, даже почему-то мне крапивой вот пахнет. Тут ромашка алоэ, может, ромашечкой. Не, прям крапивкой. Но пахнет здорово. Он прозрачный, я так понимаю. Ну, в общем, вот такой вот шампунчик. У меня на заказ водичка мужская Blue Individual Free. Свобода попугаем. 100 мл. Здесь была она в 11 каталоге по акции за 300 с копейками. И у меня ее заказывали люди, которые очень давно ее берут. Постоянно ей пользуются. Здесь, конечно, не пахнет, но если я попшикаю, они мне простят, я знаю. Классный запах. Запах свежести. Я люблю, ну, любила раньше. Сейчас вот меня тянет к древесным ароматам. Раньше вот запах свежести. Но здесь и древесные нотки есть. Вообще классный легкий аромат. Наверное, вот эту водичку можно посоветовать смело на теплое время года. Да даже и не на теплое. Мне нравится. Аромат достойный. Я уже, наверное, говорила, что в Эвне для меня все ароматы практически достойные. Очень мне понравилась водичка Cherish. На страницах каталога, как она пахла. Это у нас 30 мл. У меня ее тоже заказали. Я тоже хотела ее себе взять. Потом все-таки решила, что я буду брать в объеме 10 мл и разные. Буду носить на себе, тестить, выбирать, какая нравится больше. И пусть у меня лучше будет много маленьких, но разных ароматов. Пченки пахнет, она офигенно. Здесь явно прослушиваются древесные ноты. Я это обожаю. Очень классная водичка Cherish. Вообще, вот я ее, по-моему, она будет у нас в 12-м. Не знаю, будет ли она в малышках. Но у меня есть малышка Cherish Moment. Вот такая. Это я взяла для себя. Почему-то именно такого классического аромата не было. И был такой. Вот сейчас затестим. Розовая упаковка. Я искренне надеюсь, что они несла. 10 мл. Классный флакон. Вот так вот в маленькую сумочку бросить. Брызгаться. Вообще супер. Так. Ой, нет. Он тоже классный. Я уже чувствую по пробочке, что он очень похож на Cherish. Классический. Но здесь есть сладкие ноты. Да. Точно. Поэтому и розовая коробка. Я не люблю сладкие воды. Но этот носить буду. Ради интереса. Вот даже сравнить. Нет, ну Cherish классический круче, на мой взгляд. Гораздо круче, интересней. Здесь сладкие ноты явные. Но все равно мне нравится этот аромат. Я буду им пользоваться обязательно. Хоть он и сладкий. Ничего страшного. Вторая малышка. Это у нас Incadens. Я с этим ароматом знакома давно. И он мне тоже очень-очень нравится. И буду я его тоже носить с удовольствием. У моей сестры была на постоянной основе такая туалетная вода. Ты сейчас скажешь, что от меня пахнет как от Лены. Да? А, Incadens. Тоже древесные ноты в этом аромате есть. Класс вообще. Пахнет здорово. Супер. Incadens я люблю. Это уже такой аромат, ну, более солидный. Даже по сравнению с вот этим вот сладким череш. Хотя сейчас все подвыветривается. И один и другой аромат мне очень нравится, честно говоря. Да, и даже в этом розовом череш момент я чувствую какие-то нотки свежести уже. Ну, классно. Я довольна, что именно две водички эти выбрала. Прям супер. Мне заказали питательную сыворотку для волос с маслом органии. Сила и питание. Вот так она выглядит в упаковочке. Я брала ее у своей подруги, не будучи еще зарегистрированной в AVEN, несколько раз. И она потрясающая. Я ее просто обожаю. Вот что мне, что ребенку она зашла. Она действительно крутая. Это прям вот сыворотка, но как будто это масло. Здесь действительно много масла. Как вам показать, вот как она переливается. Видите, не быстро. Совсем не быстро. То есть это реально такая консистенция масляная. Смотрите. Вот. Прям масляная-масляная. И густого масла. Сейчас я вам на руке покажу. Не извозюкать бы ничего. Вот так вот она выглядит. Перенесем сюда. И волосы после этого масла, после этой сыворотки просто шелк. Вот просто шелк. Они расчесываются моментально. Запах у него тоже обалденный. Кстати, пахнет репейным маслом с небольшим оттенком парфюмерной композиции. Мне очень нравится. Уже года два я ей пользуюсь. Там с переменным успехом, скажем так. Закажу, потом забуду заказать. И когда она у меня есть, я не знаю, я очень довольна. Кто-то говорил, что она может жирнить корни. Но у меня на самом деле корни довольно-таки жирные. Даже сейчас, когда волосы периодически жгу, она мне никак не утяжеляет волосы абсолютно. Я очень люблю эту сыворотку. И когда у меня кончится другая, сейчас у меня не желтенькая, а беленькая сыворотка из этой серии, я возьму обязательно эту волосик к волосику. Они лежат идеально. Они укладываются идеально. Они расчесываются просто потрясающе. Кто не пробовал, я вам прям вот советую-советую. Из всего, что я пробовала, это гораздо куча глискур, гораздо куча маслофруктис, круче, то есть. Попробуйте. Еще я взяла себе по вашей рекомендации, девочки, спасибо вам огромное, средство для интимной гигиены, свежесть на весь день. Вот такое вот оранжевое мне посоветовали девочки. Я вообще хотела мусс попробовать, ну интересно. Но взяла по вашему совету оранжевенькое с соком алоэ, экстрактом ромашки. 300 миллилитров за очень такую цену смешную. Прозрачная текстура. И пахнет очень-очень нежно. Знаете, правда, вот аромат хлопка, что ли, такой чуть-чуть есть. Консистенция гелевая. Вот. Буду пробовать, буду пробовать. Девчонки, вам еще раз спасибо за совет, что советуете мне, потому что я в этом деле новичок, тоже не хочется накупить всякой гадости, потому что, ну, в любой косметической компании, тем более сетевой, есть свои успехи и свои провалы, в любой абсолютно. Так что буду пользоваться, и в пустых баночках обязательно расскажу. Самое интересное, долгожданное, это карандаш. Тоже купила его по вашим советам. Многие мне советовали брать именно этот. Эйвен Тру Колор, он у нас. Если здесь есть номер, я вам сейчас, конечно же, скажу. Это Смоки Даймонд. Номер тут такой длиннючий. Ну, в общем, цвет. Как же цвет-то называется? Он так, наверное, называется. Смоки Даймонд, да, или это серия карандашей. Да, девчонки, до меня дошло. Смоки Даймонд это цвет. Это получается у нас дымчатый алмаз, я так подозреваю, Даймонд, да. И вот как он выглядит, сводчик. Я даже вот не знаю, передаст вам камера или нет. Сейчас сделаю потолще. Вообще классный цвет. Я так рада, что по вашим рекомендациям его заказала. Блин, ну это точно дымчатый алмаз. Потому что он прям с такой, знаете, синевой. Если камера вам передает. Сейчас покажу по-другому. Да, девчонки, это дымчатый алмаз. Посмотрела я по накладной. Смотрите, он в каталоге совсем серый, да. И вот какой он на руке, вы видите. Вот сейчас камера передает хорошо. Вот. Вот сейчас поближе. Вот такой вот карандаш. Он уходит в синий цвет, конечно. Вот смотрите, я нанесла тонким слоем. Он серый. С небольшим вкраплением синих блесток. А здесь я вам прорисовала сводчик. Прорисовала. И вот тут он уходит в синий цвет. Девчонки, вот так вот карандаш смотрится на солнышке. Симпатичненько. И я бы вот даже сказала, что это сумеречный блеск скорее, нежели дымчатый алмаз. Но я все равно довольна. Я буду им краситься однозначно. Вообще, хотела в зеленый цвет, конечно, что-то попробовать. Возможно, возьму синий иск... Ой, синий. Вот синие искры, вы видите, да? Это синие искры. Круто. Его тут много сейчас посмотрим. Ну, в принципе, много, да? Смотрите. Вот какая длина. Вот он начинается. Его здесь достаточно. Вот такой вот, девчонки, карандаш. Мне, конечно, уже не терпится его попробовать и нанести. Я это сейчас сделаю по стойкости. Так, вот я делала, вам показывала сейчас первый сводчик тоненький. Я пальцем его, ну, чуть подстираю. А так он, в принципе, остается на месте. Вот этот вот тоже, в принципе, вот тру. Он на месте. То есть, по стойкости, я думаю, что мне понравится однозначно. Не смогла, девчонки, удержаться, нанесла на глаза уже. Сделала себе стрелочку. Сейчас покажу. Очень хочется с вами поделиться, как он выглядит на глазах. Если вам будет видно. Смотрите, верхняя века. Надеюсь, видно. Вот так вот карандашик выглядит на глазах. Мне нравится очень. Я не люблю, когда карандаш черный, им подведено века или стрелочка. Ну, не знаю, не люблю. Смотрится, мне кажется, это как-то не очень естественно. Вот я бы даже посветлее какой-нибудь оттеночек еще взяла, девчонки. Девчонки, вот если вы пробовали, не знаю, дымчатый алмаз изумрудное сияние, если вы пробовали, или, может быть, у вас есть видео, вот как выглядит изумрудное сияние, очень интересно. Потому что дымчатый алмаз с каталогом несовпадение полнейшее. И, кстати, слава богу, он так еще лучше смотрится. Мне нравится. Синенький перелив, такой очень симпатичный. Ну, на этом все, мои хорошие. Вот такой заказ у меня был, Эйвен, по 11 каталогу. Я, в принципе, довольна всем, очень довольна ароматами и карандашиком. И все, мне так нравится. Буду продолжать знакомиться с Эйвен дальше. А вам спасибо огромное за советы, за просмотры, за комментарии. Всех люблю, целую. До следующих видео. Пока-пока. И не забывайте ставить лайк.